Девушки отдыхают 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 И через это ты получаешь в Америке некую амнистию на многие вещи и бонусы. И, в общем, это не секрет. Хорошо, но, во всяком случае, если мы говорим о моральном климате, смотрите, вот с чего вообще вот эта волна сексуальных скандалов началась в Голливуде? С Харби Вайнштейна, которого обвинили актрисы в домогательстве. И он вылетел с работы, от него ушла жена, от него отвернулся вообще в целом социум. Но там другое было. Он нарушил правила лесбиянок-феминисток. Он стал домогаться до женщин. Понимаете, и женщины, если бы он домогался до мужиков, они бы там эти все вонючие, эти лысые толстобрюхи, они бы сказали, о, классный чувак. А до теток нельзя. Почему? Потому что тетки там тоже такие же, а их скоро от мужиков будет не отличить. Как же? Он занимается абскертингом или еще что-нибудь. Что такое абскертинг? Абскертинг – это девчонкам юбки поднимать. Понимаете? Ну, это просто один из видов сексуального насилия, который эти феминистки считают насилием, причиной под хулиганство и идиотизм. Но они считают, что это форма домогательства. И нарушение их личного пространства. И поскольку он стал домогаться до женщин, да, и вот нарушать их права, а женщины сказали, а вообще мы, Анжелина Джоли, что она сказала? Все, надоело мне с мужиками жить. Надоело. Я красивая девчонка была, симпатичная, но что-то у меня в голове там поменялось, я стала лесбиянкой. Так она сказала? Ну, она так именно и сказала, мы же все знаем. Нормальная деваха была. Ну, сколько молодых людей считали, что она, в общем, красивая. В молодости она действительно такой была. Но вот у нее поменялось общественное отношение к этому факту, как в Древнем Риме. Поэтому можно быть Прохановым, Альбацией. Для меня, в общем, там все смешано. Да, у нас прям очень-очень. В Москве просто это так настолько близко все, что вы извините. У нас все близко. Я как посол чистых клюквенных речек Северного Ивальгала, вот, Вальгала, да. Я увидел, так сказать, все это, да, что оказывается все фейковое, понимаете. В Москве все фейк вообще. Там все противостояния. Мы отвлекаемся от темы, но это то же самое. Потому что в Москве вроде они все друг друга против, там мочат на телешоу каких-то. А вот ты смотришь, да они все друг с другом там переспали, перебухали, вот, там тусуются вместе. То есть это все, они нас кормят каким-то фуфелом, вот серьезно могу сказать. Потому что, в общем, понятие там Россия, Отечество, для них просто элементы профессии пиара, не более того. Вы знаете, я вот не получил, честно могу сказать, ответ на вопросы подготовленные. Но давайте задавайте вопросы. Нет, я если что понял, что Россия не Америка. Я не знаю, этому радоваться или огорчаться, но это тот вывод, который я сделал из сегодняшней нашей беседы, за который вам большое спасибо. Субтитры делал DimaTorzok